друзья мама решила сделать маринованные огурцы и арбузы до арбузы для этого она что я сделал я беру арбуз нарезаю его кусочками шкурку я обязательно убираю я считаю когда ешь в общем то она ни к чему конечно плохо когда вот арбуз вот видите лучше брать чтобы он не распадался вот но в тот же момент был чуть-чуть нет он должен быть спелым да вот я хочу сделать еще такие маленькие банки потому что я не знаю я мы тестируем из интернета это первый раз интернет видит что это просто это просто вкусно здесь у нас подогревается вода для того чтобы залить арбузы вот когда мы наполним банку достаточно плотно но не утрамбовывая чтобы арбуз комфортно чтобы он не размекал даже вот такой вот я выброшу потому что это вот как бы мне не очень когда наполнили банку арбуз поместили шаг будет номер два туда да обязательно мама туда кладет пару гвоздич и душистый перчик до сколько штучки 3 2 2 гвоздички теперь надо залить арбузы кипятком для того чтобы они стояли и будут они стоять пока не остынет банка банка раз вот вот эта вода в банке то есть арбузы прогреваются прикрываем крышкой и вот так потом когда они прогрели мы взливаем эту воду вливаем в раковину нам этого да нет мне нужно и берем с вами на значит один литр воды 3 столовые ложки сахара полторы столовые кстати мне говорят почему сахарный песок ну что не 3 столовые ложки песка поторы столовые ложки соли и 1 чайная ложка с горкой лимонной кислоты и это все делается маринад лимонная кислота марина и это прогревается варится на это варится он закипел у вас он закипел этот маринад вот соль с сахаром пусть у вас покипят минут пять а потом вы бросите лимонную туда кислоту вот все это перемешаете и следующий шаг сливаете банку воду убираем сливаем в банку бросаем но аккуратно сливать чтобы арбуз не выпал не будет знают женщины сейчас специальные такие штучки и сетки сливаем в раковину нам это вода не нужно добавляем на 1 она одну литровую банку 1 таблетка аспирина вначале в пустую банку или нет когда заливаем потом спрашивать когда заливаем вот мы залили марина марина прежде чем залить банку бросили таблетку аспирина начале надо кинуть ну перед заливкой до слили воду слили воду бросили без разницы хоть в конце бросай бросил таблетку аспирина расчет на 1 литровую литровую банку 1 таблетка аспирина аспирин добавляется обязательно то есть я вот на 2 2 таблетки чтобы арбузы не взорвались чтобы они хорошо хранились да и вообще любые банки ты рассказывала раньше делали консервацию это добавляли аспирин аспирин баночки отлично хранились отлично вот аспирин убивает все болезнетворные там всякие бактерии которые бродильные бактерии и я вам хочу показать вот сейчас я принесу вот я делала сорти вот видите банка стоит уже она стоит неделю у меня дома при тепло дома естественно жара на улице все но здесь помимо уксуса добавлен аспирин и я эту банку не мучилась как делаем до два раза там три раза зали я один раз залила маринадом естественно здесь присутствует уксус но помимо этого сюда добавлена таблетка аспирин но мы будем тестировать эти арбузики и потом вам скажут вкусно или гнусно рецепт из интернета как повел себя взорвались не взорвались но обязательно с вами поделимся но так пока что на первом шаге выглядит красиво а в интернете пишут что рецепт просто бомба съедают чуть ли не с банкой посмотрим девчонки заготавливаем семена заготавливаем их следующим образом все очень просто берем помидор полежал чуть-чуть достаем семена при помощи венчика их отделяем чтобы они были чистые промываем и я считаю что самый удачный вариант это делать вот так это укрывной материал желательно поплотней вот вот так я подписываю сушу на нем потом вот в таких вот пакетиках я их не отделяю ничего все это делается потом перед посадкой они высыхают заворачиваем подписываем и храним во первых почему вот такие вот пакетики они дышат семена да и очень они хорошо хранятся и не надо вот как бы заморачивается заморачиваться вот так вот храню я молодец девчонки перейти на заметку и будет у вас замечательный урожай вот так потому что семена очень все таки дорогие стоят вот поэтому хоть вы можете на семенах на томатах сэкономить да сэкономить вот так девчонки в таком состоянии банки у нас всегда стоят где-то примерно неделю-две то есть мы никогда не спешим их убирать в погреб нет погреба раньше в свое время они у нас помнишь илюшу комсомольски стояли под кроватью вся консервация была дома консервация стоит очень хорошо вот поэтому не спешите убирать погреб мама помнишь девчонкам расскажем тоже у нас мы когда жили в городках у нас не было погреба и сколько мы экспериментов то и не делали девчонки чтобы награбли не наступали мы ставили в кладовку а в кладовке обычно батарея и туши свет бросая гранату все взрывалась до маме от жары да да а помнишь еще у нас было такое время что мы картошку хранили у нас мы жили в дону в пятиэтажках и у нас были подъезды и в подъездах командир разрешил ящики а потом почему-то он в итоге запретил до пожарная безопасность пожарная безопасность и у нас были у каждого там ящики и в эти ящики ставили картошку закрывали под замок это еще что а еще я помню девчат что у нас мы в городке когда банки то хранили в кладовке у нас там всегда висели колготки а в колготках у нас висел что лук лук мама сейчас хранят в колготках капронки девчат так об и подвесили ноги самое главное чтобы муж не испугался а то он войдет к вам в кладовку а у вас там ноги висят что такое грязные принесите бросил навозной кучей тела варила мамчу в этом году чеснок нормальный нельзя сказать что он очень плохой я не могу сказать но в этом году я осенью поленилась его замульчировать соломы в этом году я конечно поправлю эту ошибку потому что все таки он под соломой очень хорошо маме кота знаешь что мы когда ездили в этом на это обучение ну да знаете как как сказать на слет там рассказывали ну то что там что вопрос как друг друг там задавали они отвечали мам чеснока то оказывается столько бывает видов пипец сколько очень много видов бывает ну я что ты я хочу сказать что сейчас сейчас очень много чеснок а вот ну чем покупать сейчас у какой-то там будем говорить а графе все таки они подают очень дорого я поступаю следующим способом у нас сейчас очень много с казахстана чеснок еще откуда-то если он с корнями с хорошими корнями вы его можете смело брать и сажать мамик но я тебе хочу сказать что лучше тогда покупать попытаться прийти на рынок какой-нибудь овощной и там купить стопудов же есть кто там с машиной торгует потому что вот эти игры в пятерки в ленте и там не надо вот да 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 вот но как правило чеснок продается девчонки много зубковой если посмотрите много рядов там чеснока надо брать самый первый ряд чеснок вырастает крупный то есть последующие ряды лучше не брать в заготовку или куда-то понятно ладно все ясно девчонки сажайте чеснок а еще я хочу сейчас сказать вот я конечно сделаю заказ волос на посиделках покажем девчонки я зашла сейчас у нас самая дешевая агрофирма это аэлита у них такой огромный выбор томатов вы знаете вот сколько покупала томатов у них нет разочарований нет пересортов схожесть хорошая и вот я сейчас хочу сделать именно у аэлиты заказ прям можете это не девочки это не реклама поймите меня правильно я тоже всегда в поиске я тоже огородник и мне тоже не хочется да тратить бешеные бабки на эти семена и у них очень много у аэлиты очень много сортов них очень дешевые гибриды если кто любит зайдите я прям вбиваю яндексе аэлита и все и там координаты вот зайдите и посмотрите потому что семена надо заказывать сейчас сейчас очень большой выбор семян потом уже как бы будет посложнее понятно суде кстати я заметил господи у тебя шо утренний словесный этот а потом кого уже коробочки открывается у нас петуни семена завязали маму надо блин какой-то прям на эти девчат надо какой-нибудь специальный ящик все равно под семена вот надо это тоже обдумать и продумать или знаешь что или может быть купить мамик я может быть зайду фикс прайс куплю как папку с файлами может быть туда семена убирать потому что чтобы хоп эту папочку на полочку положим в следующем году взял у тебя этих семян до хренищик делать и коробочки и где у тебя эти коробочки стоят хорошие температуры у меня в студии студии думаю храню потом я зимой сортирую какие свежие какие свежие свежие потом я забываю про них короче коробочки какие-то надо собирать от мой смотри вот так тумбочкой стоит вот такие вот удобнее всего фикс прайс ну пластмассовые да ладно девочки все пойдемте дела делать дальше подснимаем еще что-нибудь